С начала года в Жамбулской области 62 должностных лица были задержаны за взятку. Среди них есть и военные, и врачи, и представители сферы образования. Об этом сегодня на брифинге в региональной службе коммуникации сообщил руководитель департамента по противодействию коррупции Адильхан Ашербаев. Фактов коррупции с каждым годом меньше не становится. За 7 месяцев этого года в регионе было возбуждено 87 дел по фактам сдаимства в отношении 62 лиц. И это почти в два раза больше, чем годом ранее. Руководящие должности на уровне республики 1, области 3, районов и города 10 человек. В отношении них уже вынесено решение суда. Размеры полученных ими взяток различны. От 250 деньги до 10 миллионов. Ввиду участившихся фактов получения дачи взятки, при агентстве по противодействию коррупции был организован так называемый общественный контроль. Под их внимание попал железнодорожный вокзал, а именно пассажирские перевозки. Проведено 8 рейдовых мероприятий. Выявлено 4 факта проезда без билетников. По ним составлено соответствующий протокол. Совместно с инспекцией транспортного контроля проведено 230 мероприятий. Были выявлены факты с перевозом лишних грузов, наложены штрафов на сумму 3 миллионов 800 тысяч тенге. Для борьбы с коррупцией все методы хороши. Например, сейчас действует единый колл-центр, куда граждане могут обратиться за помощью. Так, с начала этого года этим воспользовалось уже около 800 граждан. Чаще всего они жаловались на административных служащих и сотрудников органов внутренних дел. Слово, мера по поощрению граждан, сообщивших о фактах коррупции, всё ещё действует. За 7 месяцев текущего года 18 лицам, сообщившим о фактах коррупции, выплачено единовременное вознаграждение на общую сумму 2,5 миллиона тенге. Сравнительно, за 12 месяцев прошлого года 13 граждан было выплачено 1,7 миллиона тенге. В этом году заметен рост. Работа в этом направлении будет продолжена. Одним из эффективных механизмов профилактики коррупции является внесение представлений в государственные органы, в которых отмечены факты коррупционных уголовных правонарушений. Важно по каждому факту мздоимства определять причины и условия совершённого преступления. Работа по предотвращению и искоренению фактов коррупции будет продолжена.